Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добрый день! Добрый день! Подскажите, а госпожа Барышева из 513-го в номере? Из 513-го? Только что выехала! Спасибо! Извините! Извините! Что же он моргает-то? Извините! 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 Ты прав! Подождите минуточку! Хорошо! Егор, что случилось? Ольга, я… Я хотел просто ещё раз вас увидеть! Что? Оля, я… Я хотел бы вас проводить! Я хотел ещё раз услышать ваш голос! Увидеть! Оля, поймите, я… Я не могу просто так отпустить вас! Егор, я не знаю, что вам сказать! Мне кажется, что вы зря приехали! Прощайте! Оля! Оля, подождите! Да не надо! Я прошу вас! Подождите, пожалуйста! Просто подождите! Вот! Возьмите! Андрей Павлович вам передал! Оля, возьмите, возьмите! Не обижайте старика! Простите! Девушка, так что, едем, нет? Красивая картина! Что? Картина, конечно, красивая! А на самолёт вы успеете? Что мы стоим? Поехали! Здравствуйте! Здравствуйте! Мне нужна Ольга Михайловна! А её нет! Нет! А где она? Она уехала! Она уехала! Уехала! Она долго? А вы знаете, она будет через месяц! А у вас что-то срочное? Вы знаете, она пользуется нашей косметикой! Вот я и привезла заказ! А, вы Тамара! Да! Она мне про вас говорила! Проходите! Спасибо! Ну что? Мы с вами ничего не забыли? Нет, всё точно! Как в аптеке! Оля у меня всё по каталогу заказывает! А я записываю! А вы мне оставите каталог? Да, конечно, пожалуйста! А вы что-то заказать хотите? Да, я обязательно что-нибудь закажу! А у меня к вам такой вопрос! А работа эта не трудная? Да что вы! Я свой день сама планирую! Тем более мне нравится общаться с людьми! Косметика хорошая, натуральная, недорогая, с доставкой на дом! Так что клиентов у меня достаточно! А они, в свою очередь, меня своим друзьям рекомендуют! А почему вы спросили? Работу ищите! А, нет! Работа у меня есть! Просто хотела попробовать что-нибудь новенькое! А вы знаете что? Если надумаете, вы к нам в офис приходите! Здесь как раз наш телефончик и адрес! Позвоните, я вас встречу! Буду очень рада видеть! Заходите! До свидания! Я подумаю! Подумайте! Дети! Мамочка! 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 Любимый! Боже мой! Ну как же я соскучилась! Как же я соскучилась! Все! Больше ни в какую командировку я не поеду! Ты говоришь, как будто вырвалась из плена! Правда-правда! Честное слово! Пойдем скорее, я тебе мою новую игру покажу! Я вожу! Раз! Два! Три! Три! Я бы на твоем месте чемодан не распаковывал! Думаю, следующая командировка не за горами! Нет уж, все, с меня хватит! Ты когда летела, звонили из архитектурного управления питерской администрации и сказали, что теперь ждут меня только с тобой! Ага! Да, спасибо большое! Очень, конечно, приятно! Но я думаю, что ты теперь совсем справишься сам! Ну что за каприз? Устала? Это не капризы! Это абсолютно взвешенное решение! Да, я, видимо, действительно устала в этой командировке! И правда, отвыкла от работы! Я, Сережа, за эти два дня поняла, что я хочу заниматься только домом и семьей! Ты что, против? Я за, но как-то неожиданно! Ты так рвалась в эту командировку! Потом проект у тебя получается! Я уже начал бояться, что моя жена будет пропадать на работе больше, чем я! Нет! Твоя жена будет сидеть дома! А проект я отдам специалистам в солнечный ветер! Там еще остались специалисты? А ты не волнуйся! Ты не волнуйся! Они со всем справятся! Я им буду помогать! А сама в Питер я больше не поеду! Оля! Ничего не случилось? Нет, ничего не случилось! Я, видимо, я просто перегорела! Маша, Костя, собираетесь пойдемте гулять, а? Хорошо! А куда мы пойдем? В парк! В парк! Маша, Костя! Маша, Костя, бегите вперед! Хорошо! Сереж, я так скучала! Я тоже! Жалко, что вас со мной нет! Ничего, скоро вместе поедем! Оп! Вот это было наше с дядей Юрой секретное место! Сколько себя помню, в этом доме никто никогда не жил! А дядя Юра говорит, что видел в этом доме привидения! Да! А сейчас они там! Давайте посмотрим! Нет, смотреть мы не будем! Не будем искать приключения на свою голову! Действительно! Давайте лучше пойдем поедим мороженое! Отлично! Тогда мне фисташковое! А мне апельсиновое! А мне пломбир! Пойдем! Нормально! Тоша! Сынок! Не видел журнал, который вчера тетя Тамара принесла? Ну такой, с разноцветными баночками на картинке! М-м-м-м-м-м! Ап! Ах! Спасибо, дорогая! Здравствуйте! Я по поводу работы! Привет! Здрасте! Добрый день! Хорошо-хорошо! Я передам! Угу! Спасибо, Олег! Не за что! Минутку! О, Олег! Ты уже вернулся? Не уходи никуда! Сейчас в налоговую поеду! Да! Хорошо! А из налоговой к Надежде Петровне? Привет! Привет! Бумаги повезем! Да нет! Она сама сюда приедет! Сама? Ну да! У нее тут какие-то дела поблизости! Ты не уходи никуда! Я сейчас приду! Не ухожу! Танечка, мне нужны вчерашние накладные! Принеси, пожалуйста! Хорошо! Сейчас! Рекламное агентство «Солнечный ветер» слушает! Группа компании СВК, да? Здравствуйте! Минуточку! Здравствуйте! 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 Вы к нам? Да! Здравствуйте! Вот здорово! Пойдемте, пока у нас обед. Расскажете, да? Здравствуйте! Алло, Надь! Ну я не могу до тебя дозвониться! Занята? Ну хорошо, я тебе вечером призвоню! Ну давай! Интересно, чем эта тетя Надя у нас так занята, а? Спасибо, Надя! Мне очень нравится! Вы не беспокойтесь, все ваши заказы уже завтра будут выполнены! Большое спасибо! Спасибо! Всего хорошего! Ужасно! Ну смотри, наша начальница! Да? Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, Надежда Петровна! Ну и что? Подорожало все ужасно! Ой, слушай, я ж тебе хотела свою машину показать! Ты же ее не видела! О, здравствуйте, Надежда Петровна! Здравствуйте! Пожалуйста, к главному художнику и бухгалтеру ко мне в кабинет! Хорошо! Здравствуйте! Привет! После совещания зайди, зайдите ко мне! Надежда Петровна! Здесь! Ольга Михайловна нам выслала материалы по питерскому делу! Угу! Ну, отлично! Хорошо, работайте! Здесь вот еще! Ты что-то хочешь спросить? Да, да! Я хотел спросить, Ольга Михайловна, она снова в команде? Но она здесь будет работать? Она уже работает! Я имею в виду, что… Ты имел в виду это кресло? Да! Выполняйте свою работу так, чтобы она захотела сюда вернуться! Спасибо! Спасибо, Надежда Петровна! Ну, что? Вы что, по дверью дежурили? Ну, не совсем по дверью. Да. А у меня, собственно, к вам один вопрос. Вы нашли себе замену? Да. Я поговорил с одним надёжным человеком, но он просил подумать. Взял один день. Ну, хорошо. Пусть он думает. Вы свободны. Всё, я могу идти. Да. До свидания. Как тоже? Хорошо тоже. До свидания. До свидания. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да. Ольга, привет! Ольга, ты знаешь, меня все спрашивают, когда я освобожу кресло. Да не нервный у меня смех, нормальный смех. Да меня это уже не волнует, понимаешь? Я устроилась на работу. Надь, какую работу? Какую работу? Я, я ничего не понимаю. Что? Что? Ну вот куда? Вот зачем ты это будешь носить? Скажи мне, с чем ты это будешь носить? Вообще, зачем ты его купил? Унеси. Да-да, Надюша, прости, Сережу в Питер собираю. Как зачем подписывать контракт с Питер Риноссанс? А? Ну, я свою часть работы уже сделала. Правильно тебе Никита рассказывает? Правильно. А? А? Ну, куда? Ну, это Кость, носки. Ну, куда ты берешь? Ну, ты не видишь, что ли? А, сейчас подожди. На, держи. Тьфу. Прости. Что-то я, знаешь, как-то, мне как-то не по себе. Ну, что такое? Перестань. Лечу на один день. Переутомилась ты с этим проектом. Все же хорошо? Дурацкая-то картина. Нигде места ей нету. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Помаши маме ручкой, скорей. Помаши. Как прошел день, Надюша? Спасибо. Все у меня было хорошо и замечательно. Ну, что, ты тут не хулиганил без меня? Нет. Правда? Нет. Ну, идемте. Она умница. Ну, что? Кому передавать привет? Всей администрации? Или только Егору лично? Что значит лично? Зачем? Никому ничего не нужно передавать лично. Хорошо. Не буду. Пока. 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 Сергей Леонидович, а я уж собирался к вам в Москву лететь. Нервничать начал. Вас-то все нет и нет. Ольга Михайловна здесь всех убедила, что лучше, чем стройком, нам партнера не найти. Проходите, присаживайтесь. Не волнуйтесь, Ольга и меня убедила, что Питер-ренессанс надежная компания. А в Москве практически сейчас не бываю. Затянувшаяся командировка, так что живу в другом городе. А Ольга Михайловна… Что? А Ольга Михайловна, она продолжит работу над рекламной компанией нашего с вами совместного проекта? Давайте сначала подпишем договор. А то наш совместный проект пока только на словах. А рекламой будет заниматься «Солнечный ветер». Лично кто? Ну, по-моему, они сами там решают. Здравствуйте, девочки. Добрый день. А я вам косметику принесла шведскую — «Арифлейм». Посмотрите. Ой, как здорово. Мне подружка когда-то такую дарила. Мне очень понравилось. Вот. А сейчас появилось уже много новых образцов. Вот. Сейчас я на всё покажу. Ой, посмотри-ка. Галя, Катя, что у нас с «Фениксфильмом»? Нина Алексеевна, ну мы вот работаем сейчас над этим, но только у нас рук на всё это не хватает. Да, я вижу. Ой, я, наверное, не вовремя, да? Подождите. Хорошо, что пришли. Вся косметика заканчивается, в магазин сходить. Просто физически времени нет. Вот поэтому я здесь. Девочки, учтите, что «Фениксфильм» — это очень важный заказчик. Это один из важнейших игроков на своём рынке. Надо всё заранее продумать. Всё десять раз перепроверить. А вы даже не начинали работать. Так ведь заказ-то был на Вике. Да забудьте вы про Вику. Через месяц из декрета ещё никто не выходил. Я, пожалуй, возьму вот эти духи и вот эту помаду. И каталог оставьте, а вечером всё внимательно посмотрю. Хорошо, обязательно я всё оставлю. Девочки, а вы работаете? Нина Алексеевна, ну а с чего начинать-то? Ну как с чего? С идеей, да? Конечно. Как говорят рекламщики, самое главное — это креатив. Вы же занимаетесь праздниками. Конечно. Ну что вы, летом такие возможности большие. Можно ведь придумать и катание на лошадях, и пикник, и катание на лодках, и праздник цветов. Ой, молодец, молодец. Учитесь. Учитесь. И продумайте мне эту идею с пикником. Сами понимаете, какого уровня это должен быть пикник. Ой, с вами так приятно работать. Ну-ка диктуйте ваш телефон. А давайте я вам оставлю свою визитку. А? Визитку? Спасибо. До свидания, девочки. Работать, работать. Ой, Надя, а вы нам каталог оставите? Конечно, оставите. Посмотри, какая душа. Обратите внимание. Мам. Алло. А-а-а, Нина Алексеевна. Да, конечно, узнала вас. Еще что-нибудь хотите заказать? Вы меня приглашаете к себе на работу? Да вы что? А, вы знаете, я совсем не умею работать на компьютере. И английский я не знаю. Да вы что? Тоже не знаете английский? Ой, хорошо. Завтра, завтра буду, конечно. Спасибо. Обо всем договоримся. До свидания. Да, алло. Оленька, привет. Привет. Как настроение? Да ничего у тебя. У меня все хорошо. Ты представляешь? Меня только что пригласили на работу. Да, ой, если бы знали в солнечном ветре, чем занимается их начальница… Ну, и тебе это нравится? Да. Я рада за тебя, Надя. А что это такой голос? Какой голос? Ну, какой-то скучный. Скучный? Да нет, тебе показалось. Ты в морковь есть собираешься? Не знаю. Я больше делать ничего не буду. Пусть доделывает все Никита. Ой, да что с тобой? Устала. Что, за одну командировку? Да, вот так за одну командировку устала. Слушай, что-то мне не нравится твое настроение. Голос. Да? Вы что, с Сережей поругались? Ну, Надь, ну, пожалуйста, давай не будем об этом, а? Нет, я не буду, не буду. Ну, помиритесь. Обязательно помиритесь. Ну, ладно, целую. Пока. Тоша! Все, пойдем. Пора уже спать. Я вам повторяю. Нам для оформления зала нужны розовые розы. А бегонии вам не подойдут? Они очень похожи. Поймите, у нас юбиляршу зовут Роза. Поэтому все построено на розовой теме. Если бы ее звали Бегонии, у меня бы не было к вам вообще никаких претензий. Ага. А если будут не только розовые? Можно половину белых. Тоже будет очень неплохо. Значит так, либо вы нам поставляете триста розовых роз, либо вы нам платите неустойку в двойном размере. Я не виновата, что у вас партия замерзла. Холодильники нужно чинить. Вовремя. Холодильники у нас всегда починены. Между прочим, вот Флора Плюс готова нам поставить триста розовых роз. И скидки дает. Дайте нам полчаса. Будут вам розовые розы. Хорошо. Полчаса. Надя, а вы где раньше работали? Девочка моя. Где я только не работала. Люди Кроме Люди Люди Выборы мэра. Напоминаем, претенденты на пост мэра города. Заместитель главы администрации по вопросам экономического развития Юрий Викторович Градов. И президент городской ассоциации промышленников Роман Васильевич Антонов. Сегодня выборы. Понятно, почему так рано встали. Да никто вас не будил. Идите ложитесь спать. Давай, давай, давай. Ага, спать. Где тут спать, когда вы ходите, как слоны? Да. Так, не спать. Держать кулаки за дядю Юру. К тебе это тоже относится. Ну, само собой разумеется. Если он сейчас не выиграет, то мы здесь застрянем до следующих выборов. Не застрянем. Так, деньги, паспорт, пропуск. Все взял. Ну что, удачи. Мам, а помнишь, ты обещала нам почитать? Между прочим, да. Обещала. Мам! Мам! Тош, ты чего так рано проснулся? Мы уже к бабушке едем. Нет, мы сегодня к бабушке не едем. Сегодня же выходной, мне на работу не надо. А в Кладевске сегодня выборы. Мы все узнаем по телевизору, а мы с тобой будем пирог печь. Да? Да. Мам, дядя Олег приехал. Мам, дядя Олег. Интересно, что же ему в выходной понадобилось? Да. Здравствуйте. Вам кого? Добрый вечер. А мне нужна Ольга Барышева. Или я что? Перепутал адрес? Нет, вы ничего не перепутали. Это дом Барышевых. Только Ольги дома нет. А подскажите, пожалуйста, когда она будет? А вы, собственно, кто? Я Егор Погодин. Я к Ольге из Питера. Ну, по делу. А, из Питера? Ну да, вот отмотал семьсот километров. Ну что ж вы так. Могли бы поинтересоваться, позвонить. Ну, проходите. А, тут, собственно, вот это. Понятно. Мезли Ольге. Ну, придется отдать мне. Тебя ведь ни в чем не виноваты. Ну, пойдемте в дом. Держи. Спасибо. М-м-м, пирог. Клубничный. Обожаю. У меня есть еще фруктовый салат. Хотите? Нет-нет, спасибо. Пирог очень вкусный. Берите еще. Спасибо. Спасибо. Я сейчас. Здравствуйте, Надежда Петровна. Олег. Вот. Документы на подпись. Почему вы в выходной приехали? Слушайте, вы бы ещё ночью приехали. Ну, извините. Но завтра уже будет другой водитель. Как другой? А я с завтрашнего дня уже на другой работе. Но вы не волнуйтесь, я нашёл замену. Очень надёжный человек. Я вам про него говорил. Ну, что вы стоите. Пойдёмте. Не тут же я буду подписывать. Здрасте. Здравствуйте. Да вы ешьте, ешьте пирог. Спасибо. Держите, Олег. Удачи вам. На новом месте. Спасибо. Угу. Олег. 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 Угу. Я по всей видимости всё испортил. Извините, что я так не вовремя. Ну, хотите, я догоню его. Хотите, я ему всё объясню. Ой, уезжайте. Извините. По данным избирательной комиссии, на 12 часов в выборах приняли участие около 30% населения города. Пока известны только предварительные итоги голосования. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что с огромным перевесом голосов лидирует Юрий Градов. Все, Марина, теперь считай, что Ваня наш, Юра — самый главный человек в городе. И он твой друг, он тебе поможет. Не знаю, пап. Он меня еще до выборов выслушать не захотел. А уж теперь, мэр, теперь у него новая жизнь будет. И новые друзья. Оля! Оля! Мы победили! Эх! Здорово, Сережка! Поздравляю! Что ты накручиваешь? Не поговорил он с ней. Да он занят был. А ты, как всегда, все за всех решила. Выводы сделал, обиделась. Оба хороши. Позвони ему прямо сейчас. Ну, что ты здесь ходишь и нервничаешь? Ну, все хорошо же. Иди на кухню, Сереж. Алло, Надюшка, мы победили. Ты чего, спала и тебя разбудила? Нет, а чего голос такой? Кто-кто приезжал? Егор? Какой Егор? Погодин? А зачем я ему нужна? Да нет, я не понимаю, а дом это, дом это что ему от меня нужно? Да я спокойна, но по работе приезжают на работу. А где он сейчас? А, ну, вот-вот и правильно. Да мне абсолютно наплевать, где он будет ночевать. Что-то случилось? А, нет, ничего не случилось. Все хорошо, иди на кухню, я сейчас приду. Да, Семен Семенович, подготовил документацию. Добрый день. Привет. Конечно, конечно. Обязательно. Здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте. Проходите. Вы к кому? Здравствуйте, я к Юрию Викторовичу Градову. Пропуск заказан? Нет, но я звонила, он мне сказал, что я могу зайти. Отойдите, вы мешаете. Зайдите в бюро пропусков, и если на вас выписан документ, то пройдете. Да, но… Вы знаете, что сегодня Градов не принимает? Но он мне сказал, что… Извините, у нас не было никаких особых распоряжений относительно вас. Вход только по пропускам и по предварительной записи. Алло. Нет, Метров еще не приходит. Что передать? До свидания. Его еще только вчера выбрали, а он уже от людей, от народа в кабинете заперся. От Марины заперся, охрану поставил. Что ждать-то будет, а? Дядя Ген, но этого не может быть. Что не может? Она плачет, дома сидит, боялся ее оставить. Вот не зря она за нее замуж не пошла, как чувствовала, что за фрукт. Я с ним поговорю, разберусь. Поговорю, разберусь, а? Я… Здравствуйте. Привет. О, здорово, олигарх. Здорово. А что это ты приехал? Ты ведь на завод должен. Юра, а ты знаешь, что к тебе сегодня Марину не пустили? Марину? Не пустили? Ты же знаешь, зачем она к тебе приходила. Слушай, Серег, там, наверное, что-то с пропусками. Сейчас я разберусь с охраной. Разберешься? Тогда зайду. Серег, ты чего? Так, все, не балуйся. Вставай. Не вертись. Стой, я сейчас. Я пришел попрощаться, Надя. Спасибо вам за все. Будьте счастливы. Будьте счастливы. Удачи вам. На новом месте. Спасибо. Ура. Дядя Ильин. Идем? Идем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Марина, я просто не могу поверить. За мной пойдёмте осторожней. Ты хорошо всё обдумала? Куда ты пойдёшь? С отцом уеду вахтами работать. Почему? Ой, то есть я понимаю, почему. Но подожди, ещё же не всё потеряно. Ты писала заявление в суд по поводу отказа? Нет. Так давай напишем. Зарплату я тебе прибавлю. А? Может, и замуж выйдешь. Ну, что вы такое говорите, Галина Фёдоровна? Ну, ладно, хорошо. Подожди. Ну, ещё же не всё потеряно. Девочки мои. Ну, и что ты Ваньке скажешь? Что, ты избегаешь от него? Не надо. Хоть вы-то меня не мучите. Ой, девочка моя. Пойдём. Привет. Привет. Это так неожиданно, что случилось, а? Ну, вот мы просто решили посмотреть Кладик, искупаться в нашей знаменитой речке. А так вообще ничего не случилось. Я не понимаю, что ты нам не рада, что ли? Да нет, ты что, я рада. Я рада. Но что ты этим можешь, а? Да нет, всё нормально. На, держи. Звонил кто-то. Ага, спасибо. А-а, это Нина Алексеевна, директриса. Я же уехала, никого не предупредила, на работу не вышла. Всё, ну-ка давай, рассказывай, что там у тебя случилось. Давай, давай, не скрывай, я всё вижу. Давай, всё, говори. Да ничего не случилось, всё нормально. Нормально. Так нормально, что тебя потеряли на работе. Да никто меня не потерял. Никто меня не искал вообще. Никому я не нужна. Ага. Оль. А? Я без него не могу. Что мне делать? Надюш, ты сейчас о ком? До новых встреч, рыболов. Всё, где ты manifestations, dear folks. До новых встреч. Нет, не complaint. Бояль. ЗВОНОК. После этого, если я благопереги. Быerkt что, что-кл temperatures у Centers для вас такую? Субтитры создавал DimaTorzok